Привет! Меня зовут Эд, и сегодня мы будем продолжать дальше говорить о здоровье. О здоровье наших суставов и о таком серьезном заболевании, которое поражает наши суставы, это ревматоидный артрит. В основном это, конечно же, поражение пальцев ног и рук. В общем, выкручивает пальцы ног, выкручивает пальцы рук, они становятся некрасивые, утолщение и так далее. Очень много известных людей, особенно которым за 50 страдают этим тяжелым и серьезным заболеванием. И лечить его, и вылечить очень-очень сложно. Необходимо очень долгое время прибегать к различным рецептам. Это, конечно же, все мероприятия, назначенные врачом, медицинские мероприятия и различные лекарства. А также обязательно необходимо подключать сюда как минимум два рецепта постоянно народной медицины. И, работая с двумя рецептами какое-то время, необходимо менять эти рецепты и постоянно работать для того, чтобы уменьшить боли, уменьшить воспаление, вывести соли из проблемных суставов. Я подготовил еще около 10 эффективных рецептов. У меня уже есть 4 рецепта. В течение двух месяцев я выложу все рецепты. Ссылки будут прибавляться. И они всегда будут находиться под любым видео из этой серии. А рецепт на сегодня такой. Берем каждый день утром, делаем себе такой прекрасный напиток. Значит, постоянно у вас должен быть кефир. В принципе, если вы не страдаете повышенным весом, повышенной массой тела, значит, можно брать обычный кефир. Но, если вдруг у вас вес чуть-чуть больше, или вы хотите более интенсивно почиститься и даже похудеть, значит, работайте именно с обезжиренным кефиром. Это кефир примерно до 1%. Итак, у вас постоянно должен быть кефир. Дальше. У вас постоянно должна быть, должен быть картофель. Хороший, тугой картофель. Смотрите, если вы вдруг этим мероприятием, этой терапией занимаетесь весной, смотрите, чтобы картофель был не сжатый, а еще довольно плотный. Если у вас на хранении есть картофель, и он уже, так сказать, сжимается, то это плохо. Необходимо постоянно работать именно с хорошим, тугим картофелем, когда бы вы этой терапией не занимались. Итак, каждое утро берем 1 большой картофель, чистим его, вынимаем глазочки и трем его на мелкой терке. Дальше. Берем большую чашку кефира. Это где-то 250 и даже 300 мл кефира. Это все надо выполнять рано утром. Никаких завтраков, ничего. Только можете произвести гигиенические процедуры в туалете. Почистить зубы, сходить в туалет и так далее. Сразу идем и трем себе картофель. Кефир у вас уже есть, все сейчас будет. Трем картофель, натираем его и пересыпаем в нашу большую чашку кефира. Все осторожно перемешиваем и не спеша выпиваем вместо завтрака. Кушать после такого мероприятия необходимо через час-полтора. Кто выдержит 2 часа, это даже лучше. Далее. Принимать надо еще и по такой схеме. Первые 10 дней. Такой напиток. Принимаем каждое утро. По вот этой дозе, что я сказал. Дальше. Последующие 10 дней принимаем через день. Еще последующие 10 дней. То есть, с 20 по 30 принимаем через 2 дня. Далее. Делаем перерыв. 10 дней. Потом терапию начинаем заново. Опять 3 курса. Каждый день 10 дней. Потом через день и через 2. Всего с перерывами мы работаем как бы практически непрерывно. С перерывом в 10 дней один раз работаем. 60 дней. 10 дней перерыва в середине. Итого всего 70 дней. Данный рецепт питьевой. И он очень хорошо работает в целом. С нашими тканями, с отеками и с различными проблемами с суставом. Это соли. Это различные воспаления. Кто хорошо и четко поработает по этой схеме, конечно же услышит отличное облегчение. И этот рецепт очень эффективный. Конечно же в этот период избегайте соленых, копченых, жирных и других блюд. Вы находитесь на интенсивном лечении. И обязательно попробуйте диету в это время и вот этот прекрасный рецепт. Если у вас поражения очень сильные, значит совместно с этим рецептом, конечно же, применяйте какие-то наружные мои рецепты. Есть несколько уже рецептов и будут еще рецепты наружные. В общем в комплексе два, минимум два рецепта одновременно применяйте. Потом после двух курсов вы делаете перерыв. Два месяца. Если результаты вам понравились, но они еще не максимальные. Значит через два месяца можно еще раз 70-дневный курс повторить. Опять с диеткой, конечно же. Этот рецепт продойдет для любых болезней суставов. И очень хорошо он будет работать именно с нашим артритом. Артритом суставов. Пальцами ног и пальцами рук. И других, конечно, суставов. Вот такой отличный рецепт я для вас сегодня и подготовил. Спасибо за внимание. С вами сегодня был Эд. Не болейте. А если заболели, очень серьезно лечитесь. Не упускайте болезнь, давите ее и задавите. Спасибо за внимание и до встречи завтра на моем канале. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok